Друзья, всем огромный привет, небольшое предисловие. Сегодня будет не урок, это готовый рецепт, состоящий из четырех пресетов. И этим рецептом я с вами поделюсь, только расскажу и покажу, как правильно им пользоваться. Но прежде чем мы приступим, я вам расскажу небольшую предысторию, для того, чтобы вы поняли, для чего этот метод был разработан, и вы для себя определите, для каких снимков его лучше всего применять. В 2011 году я путешествовал по острову Куба, как же это было давно. У меня в руках была моя первая зеркалка Canon 500D, китовый объектив, а за плечами огромнейший разрыв между использованием пленки и цифрой. На тот момент я еще не осознал всех преимуществ и мощи RAW формата, снимал все в JPEG, и как следствие качество снимкам не соответствовало тем требованиям, которые я предъявляю сейчас. И помимо вот этого барабана, маракасов, сигар и, конечно же, настоящего кубинского рома, я привез достаточно большое количество фотографий. И длительное время я не решался показать эти снимки широкой аудитории, ну, по понятной причине, качество меня не устраивало. Фотографии долго у меня лежали в ящике, и вот я их достал и решил реанимировать. Задача предстояла не из легких. Формат JPEG, бюджетная техника, пластиковое стекло, показали себя во всей красе, но Куба просилась из меня наружу, и в итоге я подобрал один интересный рецепт, который мне позволил получить достаточно неплохой результат. С полным фотоальбомом Куба вы можете ознакомиться на моем сайте, а сам метод заключается в улучшении темных и светлых участков изображения, добавлении объема за счет повышения текстуры, создании кинематографичного тонирования и добавлении эффекта пленочной фотографии, который заключается в дополнительной цветокоррекции и добавлении классического зерна, присущего аналоговой фотографии. Этот метод подойдет не только для снимков не очень хорошего качества, но и также если вы хотите обработать какой-то свой фотоальбом в стиле до цифрового ретро. Ну а если ты впервые на моем канале, переходи на мой сайт и забирай в подарок набор пресетов Desire. Все необходимые ссылочки будут в описании к этому видео, а сейчас нажимайте на паузу, скачивайте в описании по ссылке 4 пресета и фотографию, с которой мы будем сегодня работать, и мы приступаем к приготовлению нашего основного блюда. Друзья, как вы уже успели заметить, в папочке лежит 4 пресета. Два из них формата XMP, это для Lightroom, и два NP, это формат для плагина Nick Collection. Если у вас есть какие-то сомнения по установке пресетов Lightroom, вы можете ознакомиться вот с этим видео, я там подробно объясняю, как это делать, здесь мы на этом останавливаться подробнее не будем, не будем терять на этом времени. А вот как установить пресеты в плагин Nick Collection, я как-то уже говорил в каком-то одном из своем видео, но сегодня я это повторю, обязательно покажу. Перед нами друзья фотографии, и я остановился именно на ней, ну потому что этот снимок мне очень нравится. Если рассматривать это изображение, то сразу будет понятно, что Куба это в принципе не такая уж и захудалая и отсталая страна. И причем на этом снимке можно увидеть и ресторанного сотрудника, который зазывает в ресторан посетителей, и современные постройки, и даже старинное здание, которое сохранилось со времен испанской колонизации. Представляете? Ну и конечно же, если мы увеличим изображение, мы вот здесь на книжном развале можем увидеть с вами старину команданта Че Гевара и даже дедушку Ленина. В общем, это исторический центр Гаваны, самое что ни на есть сердце Кубы. И перед нами, друзья, два пресета, один называется Куба Варм, другая Куба Колд. Отличаются они всего лишь тем, что один потеплее, другой похолоднее. Мне больше нравится обрабатывать пресетом, вот таким, который более тепленький. Вы смотрите на свой вкус. После того, как мы с вами обработали, можно сделать слегка посветлее это изображение. Вот, все, я здесь больше ничего дорабатывать не буду. И далее нажимаю кнопочку Ctrl-E. Далее, друзья, мы с вами будем работать в Photoshop с плагином Nick Collection. Если у вас этот плагин не установлен, посмотрите, вот это видео будет описание по ссылочке к этому видеоролику. И там есть и ссылка на сам плагин и инструкция, как его установить. Ctrl-E. Когда вы обрабатываете JPEG, часто вываливается вот такое вот окно. И необходимо выбрать верхнюю позицию, которая называется «Редактировать копию с помощью настроек Lightroom». Нажимаем «Редактирование». Давайте развернем фотографию на весь экран, кликнем сочетание клавиш Ctrl-0. Далее, друзья, либо кликайте сочетание клавиш Ctrl-J, либо вот здесь вот тянете мышкой изображение и подтягиваете его возле корзинки. Будет такой квадратик с плюсиком. Вот, чтобы курсор сюда навелся и отпускаете. Таким образом у вас дублируется изображение. Теперь, друзья, давайте мы изображение уменьшим, чтобы нам дальше было легче его обрабатывать в плагине Nik Collection и, чтобы более адекватнее, что ли, настраивать резкость. Итак, мы идем в изображение, размер изображения. И здесь по малой стороне я ставлю 2000. Ну, я обычно делаю так. Это такой некий Full HD фотографии, который подойдет наибольшим количеством фотосайтов и социальных сетей. Если ширина к высоте у вас не привязана, обратите внимание вот на эту цепочку. От нее должны исходить вот такие вот уголочки. Если их нет, вам необходимо просто кликнуть на эту цепочку и тогда связь автоматически появляется. И какую бы сторону фотографии вы не правили, другая сторона будет настраиваться автоматически. Уменьшить шум. Уберите ползунок в ноль, если у вас стоит какое-то значение. Нажимаем кнопочку ОК. Фотография на экране стала меньше. Еще раз Ctrl-0. Теперь идем в фильтр. Ник Коллекшн. И выбираем здесь плагинчик ColorFX Pro. Далее, друзья, сразу переходим в настройки. Выбираем панель после нажатия ОК. И здесь обязательно выберите применять эффект фильтра к отдельному слою. Так вы сэкономите время и вам не нужно будет для каждой итерации новый. Создавать новый слой изображения. Настройки выставили. Кликаем ОК. Далее, друзья, у вас не знаю, какая панель здесь откроется автоматически. Вам необходимо нажать на панель наборы фильтров. Если у вас английский язык, можете перейти на русский. Также там в настройках это есть. В панели наборы фильтры у вас есть кнопка, которая вот здесь вот под ней прям назад в виде стрелочки кликаем. И у вас внизу появляется кнопка импорт. Нажимаем на него. Два оставшихся пресета. И сюда мы выбираем Куба ColorFX. Кликаем на него. Открыть. В наборах фильтров у вас появляется новый пресет или фильтр, как хотите его назовите. И мы на него кликаем. И происходит автоматическая обработка изображения. Казалось бы, ничего здесь не произошло. Но давайте кликнем на кнопочку сравнить и посмотрим, было-стало. Итак, было-стало. По-моему, очень даже интересно. Художественно, стильно, модно, молодежно. Давайте я вам вкратце поясню, что у нас здесь есть. Вот эту легкую размытость дает плагин Солнечный Свет. Если вам это не нравится, вы можете снять галочку справа и эта обработка уйдет в ноль. Но мне такой эффект очень нравится. Обратите внимание, как этот эффект убирает лишнее свечение, которое подарил нам некачественный JPEG. Еще здесь одна очень интересная настройка, которая называется экстракция деталей. Экстрактор что делает? Он добавляет текстуры в изображение. По сути дела, это эффект HDR. Если вы хотите его увеличить, вы просто можете ползунок выделения деталей повернуть вправо. При этом теряется естественность изображения и фотография становится похожа на раскраску. Я вам советую пользоваться значением от 0 до 15. Мне кажется, это самый интересный результат, который мы можем получить. Потому что экстрактор даже при значении 0 уже значительно повышает текстуру. Можете с этим попрактиковаться и потренироваться. Ну и конечно же тонирование. Здесь я добавил красивое шоколадное тонирование, которое легко маскирует некрасивый пересвеченный белый цвет на JPEG изображении. Можете здесь поиграться ползунками, подвигать в разные стороны, посмотреть какой ползунок, какой эффект дает. Мы здесь задерживаться с вами больше не будем. Кликаем ОК. Итак, друзья, плагин применился. Наша фотография преобразилась, стала достаточно интересной. Ну, теперь переходим к следующему этапу. Нам необходимо добавить в него вот именно того ретро стиля, который был присущ бумажной фотографии. Идем опять в фильтр. Идем в ник коллекшн. Выбираем плагин Analog Effects Pro. Здесь, друзья, также идем в настройки. Идем в панель после нажатия кнопочки ОК. Также выбирайте применить эффект фильтра к отдельному слою. В настройках интерфейса можете поменять язык этого приложения. Кликаем ОК. Далее выбираем панель импортированной. Рядом с названием видим кнопочку плюс. Кликаем на нее. Выбираем второй пресет. Кубо Analog Effects. Кликаем открыть. И тут же у нас появляется этот пресет. Кликаем на него. И здесь, по сути дела, выставлен тип пленки. Вы также можете здесь подвигать и посмотреть, какие настройки есть. И вот, друзья, на что я хотел обратить ваше внимание. Это на зернистость на пиксель. В пресете у меня это значение стоит на 400. Но если вы хотите добавить больше зерна, то вам необходимо подвинуть этот ползунок левее. Видите, как сильно увеличивается зерно. И вправо на значение 500 зерна совсем нет. Я вам предлагаю действовать каким образом. Всегда обращайте внимание на светлые области. Именно ориентируйтесь по ним. Потому что на темных зерна практически незаметно. Светлые и средние области вот там это зерно проявляется. Я вам советую выбирать такой уровень зерна, при котором оно вот проявилось и стало заметно, но при этом не сильно влияет на изображение и как бы не сильно его делает таким шероховатым что ли. Ну, что-то такое в меру, скажем так. В данном случае я могу даже чуть-чуть повысить и сделать, наверное, 385-390. Кликаем ОК. Далее, друзья, обращаю ваше внимание на нижнюю панель. Добавляем корректирующий слой, который называется сочность. Мне всегда нравится добавлять здесь вот красочности. Очень интересный ползунок, который делает фотографию более интересной, более сочной. Я обычно добавляю где-то 20-30. Мне кажется, что этого достаточно перенасыщивать изображение. Ну, точно не нужно. Либо можете снизить немного насыщенность и повысить красочность. И увидите, как ваше изображение заиграет. Оно станет именно на самом деле сочным, как и называется этот корректирующий слой. Идем дальше. Нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E. Наше изображение собирается все в один слой. И теперь давайте сюда добавим резкости. Как вы помните, что в плагине ColorFX Pro мы немного размылили, добавив солнечный свет. Теперь нужно добавить резкость. Идем в фильтр. Усиление резкости. Я вам советую пользоваться умной резкостью, потому что эти настройки повышают резкость на мелких деталях, добавляя в нее дополнительную информацию. И фотография становится более такой звонкой. Обязательно кликните на галочку просмотр для того, чтобы все ваши манипуляции с резкостью отображались вот не в этом маленьком непонятном окне, а на всем изображении. И вы сразу в режиме экранного масштаба увидите, какие настройки вы тут накручиваете. Эффект я вам предлагаю использовать от 100 до 135 в зависимости от изображения. И радиус поставьте на 0.9. Уменьшение шума можно оставить на 10%, как по умолчанию предлагает эта панель. Тени и света также можете оставить по дефолту. Ну, если у вас они как-то накручены непонятно, посмотрите, какие установочки вот здесь сейчас у меня, и можете выставить их. Все, кликаем ОК. Ну, все, друзья. Фотографию мы обработали. Осталось только ее сохранить и разместить где-то на фотосайте, может быть на фото-выставке, в соцсетях и так далее. А теперь давайте посмотрим изначально, какой исходник у нас был, как мы его изменили, обработав в Lightroom, что мы в него добавили, применив первый пресет плагина ColorFX Pro, и что в итоге мы получили, добавив последний пресет из плагина Analog, и последний шаг сочность с резкостью. И теперь еще раз. Было. Стало. По-моему, очень даже неплохо. Ну, что ж, друзья, я уверен, что этот метод вам понравился, поэтому я заслужил жирный лайк и комментарий, состоящий как минимум из четырех слов. А я вам напоминаю, что вы на канале ArtFootalife, меня зовут Серджио, желаю вам творческих высот, всем добра и мира, и до скорой встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok